По закону о рекламе, когда ее размещают на транспортных средствах, реклама не должна создавать угрозу безопасности движения, в том числе ограничивать обзор тем, кто управляет транспортным средством и другим участником движения. Реклама на транспорте должна соответствовать требованиям технических регламентов и правилам дорожного движения, чтобы у водителей всегда был хороший обзор дороги, поясняют ГИБДД. Согласно правилам дорожного движения у нас есть перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация. Там есть пункт 7, где четко написано, что запрещено нанесение покрытия на стеклах со стороны водителя, который включает обзорность. Если данное покрытие нанесено в салоне автобуса, то правилам это не запрещено. Запрещено только, если такие покрытия нанесены на аварийные выходы, то есть на стеклах, где имеется аварийный выход. Если случится авария, такое стекло разбить и быстро выйти пассажирам не удастся. Поэтому аварийные выходы, как и обзорные окна, со стороны водителей рекламой заклеивать запрещено. Сотрудники ГИБДД привлекают к ответственности за техническую неисправность водителей таких транспортных средств. А вот когда все в рекламе заднее стекло, это не является нарушением правил дорожного движения, поясняют сотрудники ГИБДД. Сейчас они проводят рейды по проверке частоты номерных знаков транспорта – автомобилей, автобусов, троллейбусов, микроавтобусов. Обратите внимание, насколько загрязнены ваши номера, чтобы не получить штраф от инспекторов. Но и не забывайте о том, что на дорогах грязно. Старайтесь снижать скорость, чтобы не залить грязью автомобилей рядом и пешеходов. Правилам дорожного движения штрафы за это не предусмотрены, но есть еще и культура поведения в обществе. Уритель должен понимать, что если он подъезжает или к остановке, или к крутуару, он должен, если впереди себя видеть лужу или какое-то там влажное покрытие, необходимо просто снизить скорость для того, чтобы не вырызгать пешеходов.